приветствую вас друзья меня зовут артик и я рассказываю о том как быстро легко и правильно ремонтировать автомобиль сегодня в работе audi a6 2003 год выпуска двигатель у нас v-образная шестерка 2.5 tdi и сегодня на данном двигателе мы будем производить замену прокладок клапанных крышек плюс у нас еще присутствует проблемка подтекания солярки по обраткам с форсунок заодно заменим сами шланги обратки плюс уплотнительные шайбы на штуцерах выход все естественно подробно пошагово детально покажу и расскажу все моментики нюансы и как всегда все освещу все будет доступно и понятно если данное видео вам понравится как всегда прошу ставьте лайк пишите комментарии делитесь этим роликом выкладывать его социальные сети переходим к дефектовочки и к разборке для замены прокладок клапанных крышек нам необходимо будет добраться конечно же до гаек крепления клапанных видите придется позаменить также шланги обратки плюс заменим шайбочки на штуцерах которые идут на обратку потому что солярка у нас потекает по обратке и то есть нехорошо по правой голове по ходу движения необходимо будет убрать пластик с корпуса воздушного фильтра он с этой стороны достается просто вверх тут также и вот сухозаборник уберем сам здесь у нас два самореза под крестовую отверточку здесь вы щелкнем раз соединим патрубок с расходомера и корпус воздушного фильтра также уберем здесь штыки стандартные на расходомере нажимается на язычок штекер стягивается тут язычок приподнимается видно сейчас уберем патрубок воздухозаборника патрубок с рахтатомера открутим болт крепления демонтируем корпус воздушного фильтра патрубок который идет на турбину приподниму вверх подвяжу чтобы он правой клапанной крышки мы добрались обеспечили доступ к всем гайкам крепления теперь обеспечим доступ к гайкам крепления на левой клапанной крышки в принципе можно добраться до передних гаек и не снимая вот эту алюминиевую часть воздухозаборника но чтобы было более удобно и понятнее на видео я ее все-таки демонтируют относительно легко демонтируется заслон очки здесь с ним вакуумный шланг управления не забудем надо вывести вот так что потом не забыть поставить чтобы он был нам всегда виден шланг хомутик отключим шланг убираем сторону и у нас получается гайки крепления и болты крепления к каждому коллектору здесь 1 2 и здесь 1 2 у нас подачи выхлопных газов с клапана эгр необходимо будет также два болта открутить под шестигранник 5 миллиметров аккуратно с прокладочка не потеряйте и а и конечно же в отверстие в пунктного коллектора устанавливаем заглушки как и здесь я также установил грубо говоря заглушку чтобы ничего там внутри не попало сейчас место конечно же побольше стало но нам еще не мешает расширительный бачок охлаждающей жидкости у нас имеется один саморез крепления откручиваем его поднимаем часть которая ближе к нам вверх и зацепление достаем бачок то есть просто часть подняли оттуда достали бачок уберу шланги обратки рассоединю их антифриз сливать не буду останется один шланг снизу вот на этом шланге уже можно бачок вправо-влево двигать как нам удобно но там еще снизу датчик уровня охлаждающей жидкости также будет штеки рассоединить и в принципе у нас будет обеспечен доступ к болтам крепления гайкам крепления в данном случае клапанной крышки для начала открываем пробку на расширительном бачке если там есть давление мы его стравим ну если нет просто на место закрутим пробочку и теперь можем снимать пружинные хомуты можно использовать обыкновенные плоскогубцы хомутик сжали стянули один-второй шланг только очень аккуратно не сломайте выходы на расширительном бачке потому что не но легко ломаются это пластиков не как чтобы антифриз нас не выливался из бачка когда мы его вправо-влево будем двигать в идеале установить конечно заглушки у меня это заглушки с топливных фильтров они приходят вот с такими заглушками можно просто подобрать шланг такой же заглушить его с одной стороны допустим болтом и на выход сюда надеть и вот видно снизу штекер который идет на датчик уровня охлаждающей жидкости также рассоединяем его и уже можем убрать бачок в сторону пробовал я расширительный бачок вправо и влево но не очень удобно получается в плане съемки в принципе все это возможно поменять без снятия бачка но мне придется его все-таки убрать ремонтировать чтобы чуть получше картинка опять же повторюсь это делать не обязательно и это дело только для того чтобы можно было снять видео поставлю здесь зажим на шланг снизу и просто бачок демонтирую не сливаю антифриз то есть какая-то часть рвется немножко но благодаря зажиму весь антифриз сливать не надо будет теперь открутим гайку крепления жгута клапанной крышки провод берем также над масло заливной горловиной видим его пока а сюда чтобы он не перекрывал нам клапанную крышку мы могли более-менее удобно все демонтировать и что же теперь попробуем рассоединить все шланги обратки стянуть их теперь необходимо хорошенько вымыть трубки сами форсунки от грязи потому что нам необходимо будет открутить трубки приподнять их вверх далее откручиваем штуцеры крепления трубок к форсункам и трубки просто слегка выгибаем вверх от топливного насоса их откручивать не будем слегка штуцеры отпустили и воздухом продули далее полностью откручиваем поднимаем трубки конечно же в идеале установить заглушки если они имеются если нет тогда контролировать чтобы у нас особо грязь не попадала в форсунки и далее нам необходимо открутить вот эти выходы на которые приходят шланги обратки трубочки металлические они прикручены штуцерами под головку 10 миллиметров и получается между штуцером этим выходом и форсунка у нас установлены шайбочки уплотнительные их необходимо будет заменить конечно покажу как я используем скажу как номерок сейчас откручу один из выходов один из штуцеров покажу все выглядит очень аккуратненько откручиваем потому что бывает очень часто просто падает все вниз и потом тяжело это все найти ну вот так это все выглядит штуцер выход v-образный и между ними по шайбочке 1 шайбочка 2 шайбочка точно так же оставшиеся два откручиваем убираем у нас все подготовлено осталось открутить гайки крепления клапанной крышки по периметру и ее демонтировать и и все гайки крепления открутили приподнимаем клапанную здесь две гайки вообще не были зажаты конечно туда нас и конечно первое что мы делаем проверяем чтобы у нас кулачки на распредвалах были цена нам не придется лезть дальше и ограничиться только замены клапаны потому что всем известная проблема это износ кулачков на распредвалах у нас здесь на данной голове все замечательно проблем нет нам только необходимо сейчас подготовить поверхность прилегания удалить герметик где есть старый плюс вычистить саму поверхность на ГБЦ поверхность прилегания на левой по ходу движения голове мы подготовили весь герметик я удалил был также герметик под полумесяцом который устанавливается в голову также вот он все ударил почистил в принципе здесь у нас все готово сейчас перейдем к правой голове снимем там клапанную крышку с противоположной стороны у нас те же самые операции точно такой же последовательности первое что делаем вымываем грязь выдуваем убираем шланги обратки откручиваем трубки приподнимаем их устанавливаем заглушки и откручиваем штуцеры крепления выходов обратки и нам осталось открутить по периметру гайки крепления клапанной крышки возможно воздуховодном металлический будет мешать который крепится также на шпильке клапанной крышки и поднимем его если надо будет клапанную демонтируем для более удобной работы рассоединю все-таки нижний и верхний патрубок виден не виден там он виден хомутик рассоединю и металлический вот этот воздуховод уберу полностью в сторону чтобы поудобнее было работать там у нас стандартные червячные хомуты все в принципе просто конечно же делаем заглушечку и демонтируем клапана здесь также у нас стоит полумесяц также не забываем его демонтировать достать чистим посадочные показывать уже не буду чистим посадочные на голове моем готовим посадочные на клапанных крышках и сейчас уже на почищенную подготовлены посадочные займемся установкой новых прокладок клапанных крышек но и самой клапанной крышки естественно посадочная на голове я подготовил удалил масло герметик старый то что у нас был по углам сейчас еще раз перед установкой все обезжириваю здесь у нас еще идет форсунки провод с оплотнителем оплотнитель данный не меняется идет с проводом поэтому его буду вынужден поставить на герметик чтобы исключить подтекание именно по резиночке здесь но на герметик только со стороны гбц то есть мы здесь нанесем герметик установим данный уплотнительный элемент а сверху это все зажмется прокладочка и прижмется клапанная крышка очень хорошо обезжириваем в местах крепления передней и задней крышки потому что здесь по углам нам надо будет наносить герметик итак здесь у нас поверхность подготовлена обезжирена сейчас покажу какую прокладку мы используем прокладочка у нас идет фирмы elring сразу с полумесяцем уплотнительным с правой и с левой то есть на правой и на левой голове они одинаковые идут под одним номером только зеркально установлены то есть у нас здесь на правой голове по ход движения полумесяц спереди на левой сзади распаковываем устанавливаем полумесяц здесь прогермечиваем устанавливаем и наносим герметик вместо стыка передней крышки крепления распредвала именно стыку здесь в угол и здесь в угол и задней крышки распредвала также в угол чуть-чуть и в противоположный больше нигде герметик наносить не надо и сверху уже устанавливаем прокладку клапанной крышки и и и Вот так вот. данный полумесяц у нас устанавливается только в одном положении видно у нас пазики есть голове по-другому его поставить невозможно не возможно если захотеть но есть установочное место куда он устанавливается аккуратненько видите все у нас стало не забываем по капельке герметика в каждый из углов крепления крышек распредвала с гбц и теперь сверху можем установить прокладку клапанной крышки прокладка установлена далее у нас очередь самой клапанной крышки конечно она уже вымыта у меня подготовлена устанавливаем на посадочное место и наживляем гайки крепления аккуратненько смотрите чтобы у нас сальнички устанавливались и их не заворачивала вот у меня здесь чуть-чуть заворачивает не знаю видно нет поправим аккуратненько гайки крепления наживили слегка поджимаем от центра идем к краям крест накрест или по кругу двигаемся поджимаем вручную пока просто все гаечки то есть мы их подкручиваем но не зажимаем так подвели слегка одну вторую и так все гайки крепления клапанной крышки у нас поджаты теперь можем их окончательно затянуть правильно зажать зажимаются не усилием 10 минут нас на метр идем как всегда от центра крест-надрест или по кругу по спирали двигаемся к краям потом в конце после того как все пережали проходим именно по кругу каждую гаечку по очереди дабы убедиться что мы ни одной не пропустили клапанная крышка у нас установлена зажата не забываем достать заглушку из нашего нижнего патрубка установить потопок на место зажать нижний хомут и верхний воздуховодом мы закончили теперь можем установить выходы обратки и зажать их штуцерами заказали новые шайбочки уплотнительные также тут по фирме эллинг вот номерочек используем обязательно новые устанавливаем штуцеры на место новые шайбочки и закручиваем это все дело так Продолжение следует... Все штуцеры наживили, также зажимаем их усилением 10 мм, слегка придерживаем выходы пальцем, чтобы они не прокручивались, потому что если будем затягивать, они просто вместе со штуцером начнут двигаться в сторону закручивания. Убираем заглушки с форсунок и наживляем трубочки. Полностью их не затягиваем, потому что нам еще надо будет развоздушить систему топливную, иначе автомобиль у нас может не завести. Просто поджали вручную и на 1 четвертую оборота отпустили, так каждую трубку. Так, здесь почти закончили, нам еще установить на место шланги-обратки. Здесь между форсунками замеряем и отрезаем точно такого же размера, как были старые. Шланг, конечно же, был заказан новый. Раз, два. Обозначение на шланге-обратке, кому интересно, вот такое у меня. Устанавливаем, соединяем два выхода с одной форсунки на вторую. И точно так же продеваем с этими выходами. Так, замечательно. И здесь нам надо будет рассоединить хомутик аккуратненько. Придется старый ставить на место, поэтому аккуратненько рассоединяем. Заменим данный шланг и установим обраточку. Соединим ее с форсункой. Обратки заменили, конечно же, заменим и шланг, который идет от клапана к насосу. Он хоть у нас и не подтекает, но необходимо заменить все шланги, чтобы сюда больше никогда не возвращаться. Вместе с этим шлангом сразу же подготовлю и шланг, который идет на противоположную голову. И перейдем уже к ней. Продолжение следует... 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 шланги обратки у нас подготовлены выхода именно с насоса переходим к левой по ходу движения головки блока цилиндров данная голова у нас также подготовлена вычищена контрольный раз контрольная вернее обезжирка так сказать не забываем установить новый полумесяц и нанести по капельке герметика в каждый из углов устанавливаем прокладку на посадочную устанавливаем саму клапанную крышку наживляем гайки и зажимаем усилием 10 ньютонов на метр маркетинговка 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 клапанная крышка у нас зажата сразу же хочу прикрутить жгут здесь подсоединим тоже на пластиковый хомут подвяжем и устанавливаем выходы обратки закручиваем штуцеры зажимаем усилием 10 ньютонов на метр вещества 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 выходы обратки у нас зажаты устанавливаем сами шланги обраточки убираем заглушки с форсунок нажимаем топливной трубки не забывайте что мы еще будем раздушивать топливную систему поэтому сами трубочки не зажимаем можно зажать только вот эту ближе самую к нам потому что неудобно здесь будет подлазить но 5 нам хватит вполне ли но вполне достаточно чтобы потом раз воздушить так что эту зажимаемся заменили прокладки клапанных крышек что на одной голове что на 2 шланги обраток в принципе все готово далее мы собираем все в обратной последовательности как всегда сейчас это будет в ускоренном варианте и нам необходимо будет перед стартом раз воздушить топливную систему как мы это делаем форсунки у нас слегка отпущены стартуем ключ на старт стартуем двигателем и смотрим из какой форсунок у нас перестают идти пузыри а начинает идти просто топливо и там где начинает топливо идти просто поджимаем штуцеры раз-два остается меньше меньше все зажали и после этого пару раз включили зажигание прокалили свечи и старт в принципе все должно быть просто все все должно получиться потому что мы особо тут по топливной системе ничего не рассоединяли только отошли отсоединили трубки от форсунок старт должен быть очень простой и быстрый как всегда прошу ставьте лайк подписывайтесь на канал кто еще не подписан если данное видео вам понравилось особенно если было чем-то полезным сборка как всегда ускорен в варианте с вами был артик до встречи пока по кусочкам нет уже места так не честно все галактики несчастья разбросала во вселенной и за днем меняется а верить чудеса не вредно только те кто в глубине души нашей грики отражение брики завтра утром мир проснется от любви от любви чувства упадут на землю от наших мечты в радость ждут у кого-то грею я не верю и не верится что дальше ждет досадная случайность ведь кому-то хорошо а кого-то просто тушится везде жалеть его простить обиду но слез не видно закрываемся в себе а сами лезет чудо душу отрицательный ответ конечно он немного хуже и не ясно а чего же да